В прошлом году в манге Чёрного Клевера, магические рыцари королевства Клевер, столкнувшиеся с Ваникой после мощных взрывов, были спасены уже знакомыми нам эльфами. Но вот серию взрывов ребята пережили собственными силами, эльфы только подлатали их раны. Очнувшись после затяжного сражения, магические рыцари Клевера очучились в незнакомом месте, которым оказалось новое поселение эльфов под названием Элизия, если опираться уже на более профессиональные переводы. В этом месте, сокрытом мощной магической зоне внутри королевства сердца, нам также представили новых персонажей, а именно родственников Лихта и Тетти, которые являются потомками их ребенка, выжившего вместе с матерью во время полного истребления эльфов. В свою очередь, Патры был впечатлен тому, что Нойль с ребятами смогли выжить, сражаясь со столь сильным противником, говоря, что за последние полгода они стали куда сильнее. Однако Нойль это никак не утешало, ведь несмотря на их усилия и тренировки, враг все равно смог добиться своей цели. Поэтому, зная, что эльфы располагают гораздо большей силой, чем они, наша серебровласая принцесса напросилась к ним в ученики, так как им нужно в кратчайшие сроки стать сильнее, чтобы успеть спасти Рлопичику и победить темную триаду. Так что 265 глава можно считать стала отправной точкой в освоении новой силы Нойль, Юна и Асты. Здорово, ребятки-анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 266 глава манги Черного Клевера. Переводили мы ее сами, так что в силу своей неопытности и зачастую плохих сканов могут быть ошибки. Но главу вы можете почитать по ссылке в описании. Глава начинается с того, что Юлиус Новохрона доложил Гаджи о сложившейся обстановке с темной триадой и о плане нападения на Королевство Пик, говоря, что через три дня они начнут эту операцию. Так что ему было интересно, примет ли Королевство Сердце, которое вот прям недавно очнулось после нападения Ваники и Демона Мегикулы, примут ли они участие в этой войне. В свою очередь Гаджи был весьма благодарен за то, что рыцари Королевства Клевер помогли спасти Царство Сердец, и поэтому они тоже примут участие в этом сражении. Ведь им также есть за что сражаться, ибо сам Духовный Страж хотел лично спасти свою Королеву, говоря, что теперь на их стороне есть еще сила эльфов. К этому времени даже Шарлотта Роузрей отбросила все свои переживания и ясно приняла решение спасти Ями. То есть видно, что все стороны действительно настроены серьезно, и грядущие сражения будут очень жарким. Я вот только одного не понял. Слова Гаджи. То, что они располагают силой эльфов, можно воспринять в разных контекстах. Первое это то, что сами эльфы непосредственно примут участие в сражении против темной триады. Хотя я считаю, что раз уж они нашли это поселение, тогда им нужно остаться и защищать именно его, так как Элизия это их единственная возможность возродить расу эльфов. Или же второе, это то, что так же как и ребят, эльфы обучат истинной магии духовных стражей Королевства Сердца. Хотя это уже будет чересчур сложным. Так что насчет эльфов пока непонятно. Интересно будет узнать ваше мнение по этому поводу. После нас переносят к полуразрушенному логову Черных Боков. Где уже Нахт объяснил ребятам дальнейшие действия касаемо Темной Триады. Говоря, что через три дня им нужно собрать элитную группу магов, которые атакуют Королевство Пик. Однако ребят больше всего интересовало то, почему их вице-капитан за все это время ни разу не появлялся к ним в отряд. И ответ их, честно говоря, не совсем обрадовал. Так как Нахт прямо в лицо им заявил, что ненавидит отряд Черных Боков. Отряд рыцарей-разбойников, чей урон в разы больше, нежели отдача от их подвигов. Говоря, что он не переносит людей, которые не могут сделать что-либо как следует. И именно привилегия вице-капитана позволила ему поступать так, как он считает правильным, не привязываясь к своей штаб-квартире. Нахт не стесняясь указал на недостатки каждого члена отряда Черных Боков. Он не принимал даже возражения Грей, которая говорила, что все эти ребята очень хорошие люди и не хотела, чтобы их судили по внешнему виду. Но у него была своя точка зрения. Говоря, что тот, кто в прошлом совершал плохие дела, а сейчас пытается казаться остальным замечательным человеком, жутко его бесило. Нахт не переносил таких людей, говоря, что хорошие люди изначально лучшие. Показав свою точку зрения, вице-капитан Черных Боков говорит, что у них есть всего два дня, если они все еще хотят спасти своего капитана. После чего, поставив их перед фактом, он уходит. Если честно, я считаю, что Нахту хоть и неприятно находиться в компании ребят, но он все же преувеличивает насчет своих высказываний. Думаю, его прямолинейность, наоборот, раскроет глаза ребятам, и уже с этой информацией, взяв себя в руки, они станут чуточку сильнее, ибо мне слова Нахта показались воодушевляющими. Уже после, появившись Астой где-то в неизвестном месте, Нахт разрушил все наши догадки, касаемо его демона. Как оказалось, его телепортация никак не связана с пространственной магией. Перемещается он, полагаясь на теневую магию, перемещая то, к чему он прикасается, из тени в тень, что подтверждает то, когда он появился из тени, падающего от древа. А это значит, что магия демона Гемодеру все еще остается неизвестной. В свою очередь, Нахт привел Асту к какому-то полуразрушенному особняку, который, с его слов, принадлежал к какой-то дворянской семье. Но судя по внешнему виду этого особняка, семьи больше нет. И что-то мне подсказывает, что когда-то этот особняк принадлежал семье Нахта. Ведь ребенок на фотографии, лежащий в этом доме, был очень похож на него самого. Так что, похоже, прошлое вице-капитана Черных Быков покрыто большей тайной, чем мы думали. Теперь аж стало интересно, что же случилось с его семьей, и был ли он каким-то образом причастен к ее исчезновению. Добравшись к месту назначения, используя магию тени и заклинания искушения Черного Сада, Нахт перемещает Асту в неизвестное мрачное место, которое, скорее всего, находится под этим особняком. Так что, попав в это жуткое место, Нахт говорит, что в течение двух дней с этого момента, вице-капитан научит Асту всему, что он знает о том, как использовать силу дьявола. Если верить словам Нахта, тогда наш парнишка сейчас вовсе не владеет силой своего демона. Он всего лишь использует силу, исходящую от него. То есть, Карл, это означает, что вся та сила, которую использует Астер, это всего лишь ее малая часть. А создав ритуал слуги и официально заключив контракт с демоном, он сможет заполучить его силу в свои руки. Обряд слуги требует связи между демоном и одержимым, что позволит призвать дьявола в этот мир. У Нахта это было его ожерелье, состоящее из неизвестных компонентов. А вот Астер был другим, он отличался от остальных, так как у него уже была эта связь благодаря пятилистному гримуару. И его правая рука тому подтверждение. И как только Астер взошел на пьедестал, Нахт, используя заклинание Канма, переносит его сознание в неизвестное измерение, где перед ним постаёт сам антидемон. И со словами, ты будешь тем, кто меня выпустит, он поглощает тело Асты. Что же, на этом глава подходит к концу. Получился она офигенно, лишь благодаря последнему фрейму Асты, поглощенного демоном. Если согласны, тогда почему бы не поставить лайк этому ролику и подписаться на канал? Ведь уже через неделю на этом же канале выйдет перевод и видос следующей главы Черного Клевера. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите своё мнение, что вам понравилось, а что не понравилось. И несколько комментов попадут в следующий ролик. А если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будут лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok